здоров это чады большинство из вас уже известно что на днях те самые хакеры которые взломали кэпками который вымогает у них деньги начали потихоньку обнародовать информацию до в открытый доступ ну и соответственно стали появляться кое-какие интересные сведения касаемых новых продуктов да вообще в принципе планов кэпком на же конечно интересует в первую очередь резидент ивел и все что с ним связано сразу заранее скажу что я осуждаю действия хакеров так как они но они ударили не только по финансовой стороне кэпком но и по фанатам то в принципе потому что то что могло бы создать эффект вау да на какой-нибудь ближайшей конференции от кэпком теперь уже вряд ли создаст но только может быть для тех кто вообще не сидит в интернете и не читает никаких новостей сейчас я поговорю с вами тоже об одной слитой информации до которая не даст вам какие-то больших жирных спойлеров так что можете спокойно смотреть это видео и не опасаться что вы нахватаете спойлеров по поводу резидента 8 подчеркиваю именно сюжетной линии многие уже понимают о чем пойдет речь прежде чем я приступлю к обсуждению этой информации ну для начала расскажу вкратце то что уже известно всем и большинство во первых как уже стало известно релиз резидент ивела 8 намечен ну на конец апреля следующего года но опять же один момент информацию которую сливают хакеры не забывайте да это информация 18-19 года это не самая последняя свежая информация и вполне возможно какие-то планы могут поменяться например дата релиза то двинуться вперед либо наоборот выпустить ее пораньше из слитых источников до стало известно что уже в августе в августе для резидент ивела 8 были отсняты все катсценные видеоролики ну то есть по сути уже сюжетные видеоролики в августе для резидента 8 уже были отсняты о чем это говорит о том что практически игра уже была готова и полностью проходима я так понимаю сейчас они занимаются оптимизации для нового поколения для нынешнего поколения и как стало опять же известно из этой информации что у них планах также есть ее но по крайней мере было послитой информации выпустить ее и на поколение нынешнем то есть на playstation 4 и xbox one но еще и скажу одну очень интересную новость то что резидент ивел 8 помимо субтитров русских которые последнее время в резидентах уже не новость наконец-таки впервые выходит официальная озвучка на русском языке непосредственно от кэпком они так что сначала выходит игра потом фанаты и переводят и мы получаем только на пока то есть теперь обладатели консоли смогут поиграть ее полной русской озвучкой почему так потому что кэпком считая что резиденты в 8 продаться очень хорошо они так примерно спрогнозировали что восьмая часть продастся примерно в 10 миллионов копий смелое заявление вам скажу потому что не каждая часть резидент ивела продается таким тиражом далеко не каждая часть в седьмая часть если не ошибаюсь там что-то там около в районе 6 7 миллионов копий было продано да это получается что они уверены что восьмая часть будет еще более успешно есть у них такая уверенность ну значит ребята возможно серьезно работают над игрой и подготовили для нас много хорошего содержимого непосредственно в игре мы будем разговаривать сегодня именно о онлайн составляющей резиденты волда вы не ослышались окажется есть такое понятие как резидент и вилл вилл оффлайн и резидент и вилл вилл онлайн это опять же было в слитых файлах почему-то онлайн был под кодовым названием доминион не знаю то ли это будет режим хотя многие предполагают что режим по типу battle royal но давайте не будем делать поспешные выводы единственно что на данный момент известно что в резидент и вилл вилл онлайн то есть мультиплеерной составляющей принимает участие в разработке данного режима я так предполагаю по крайней мере сейчас я объясню почему компания необарт которые которые дело резистанс да уже я думаю у вас примерно понимание того какой получится онлайн возможно возник голове опять же повторюсь на просторах интернета в открытом доступе гуляет ну типа рапорт либо документ с внутренней перепиской между скажем так разработчиками и руководством капком скорее всего которая утверждает те или иные идеи которым быть или не быть и этот рапорт как раз таки от студии необарт я так понимаю в переписка так как в этом рапорте идут предложения да то есть они предлагают а что будет входить в резидент и вилл вилл онлайн да и под каждой странице написано конфиденциально конфиденциально но понятно что это внутренняя переписка не для сторонних ушей опять же в данном видео я не покажу вам этот документ эту переписку если у вас есть желание вы можете потом зайти группу в контакте чады и я выложу там этот документ может спокойно полазить почитать попереводить что он как бы со душе угодно так как опять же я боюсь за канал поэтому в данном ролике будет минимум монтажа больше будет ну не по рифме разговора но прежде чем дальше начать смотреть видео узнавать какую-то интересную информацию обязательно подпишись так как по статистике блин больше половины смотрят не подписанных людей это займет у вас не так много времени и колокольчик еще так ты не долбани чтобы если вдруг прилетела новая информация по какому-нибудь резидент и вулу фильму перезапуску сериалу либо по игре ну как бы ты сразу получил они там спустя какое-то время да также хочу выразить огромную благодарность михаилу который оперативно предоставил данную информацию и огромная благодарность артему и владимиру за то что помогли перевести на русский язык и так теперь поставить такую ситуацию что компания необарт которая предположительно работает над созданием именно онлайн резидент и вл 8 отправляет свои идеи и видение то каким должен быть онлайн ну точнее не то чтобы каким должен быть а рекомендации по добавочному контенту то есть что еще можно добавить к тому что уже есть вот что это означает это означает что возможно не только необарт работает над онлайн составляющей они могут просто участвовать сейчас я буду прям зачитывать до зачитывать то что в этом документе предложение по дополнительному контенту village online вот так вот они называют свою онлайн не резидент и вл онлайн резидент его 8 онлайн именно village онлайн деревня онлайн онлайн деревня онлайн деревня на самом деле несочетаемые слова потому что многих деревнях онлайна до сих пор нету предложение по костюмам по дополнительным костюмом костюмы Значит, человеческий персонаж Уже известно, что в Resident Evil Village Можно будет играть за людей Что, я думаю, вполне ожидаемо Так, для каждого персонажа Количество костюмов составляет 7 5 основных вещей Ну и тут указано, что либо 2 дополнительных, в общем, есть, знаете, такая Аббревиатура T и U Английские, большие Ну, может это какой-то разблокированный Либо спец костюм, либо спец аксессуар Далее, я думаю о костюме Из прошлой работы, ну, не забывайте Что здесь как бы идет от лица Я так понимаю, менеджера, либо муж руководства Так что, это не мои мысли Я вам цитирую, что из документа Я думаю о костюме Из прошлой работы, например, одежда Леона из Resident Evil 4 Да, не ремейк А оригинала И одежда Криса из Resident Evil 6 Вспоминайте Сейчас, какой костюм у Криса Из Resident Evil 6 Ну, как раз, наверное, скорее всего Вот эти вот TU2 Это, может быть, и есть те самые спец костюмы Которые, ну, допустим У каждого персонажа есть свои личные какие-то костюмы Определенные Предположим, четыре персонажа У каждого, допустим У кого-то там шорта У кого-то там майка У кого-то И два каких-нибудь спец костюма Которые, типа, вот Из вселенной Resident Evil Как вот такой вот Ностальджи, не знаю Там, для фанатов резидента и так далее Следующее предложение От Neobard Это получение Игревых очков Баллов Которые вы можете Получать Играя в эту игру Или же Их можно Приобрести В магазине То есть разговор идет Скорее всего В микротранзакциях И я думаю Тут как раз-таки речь идет О внутриигровой валюте За которую Можно будет купить Какие-то костюмы Скины Ну и так далее И тому подобное Далее Да, это то, что касается Человеческого персонажа Персонаж Биооружия Да, вы не ослышались Мы будем играть За БОО И вот тут я не знаю То ли здесь Перевод такой То ли аббревиатура То ли сокращение Я не знаю В оригинале Почитайте Свои идеи Выдвиньте Но переводится Это как Хара Ну, либо Чара Что это означает Это означает Что возможно Сейчас на данный момент Нам известно Официальное Название Нового БОО Ну, например В седьмой части Вот эти противники Это были Плесневики Да Во второй Там были Ликеры Там в третьей Хантеры И так далее И так далее А в восьмой части Скорее всего Вот эти оборотни Которые превращаются Они будут называться Хара Или Чара Это как вариант Это не знаю Что это точная информация Но я думаю Может быть Это и есть уже Официальное название БОО Ну, то есть Как будет Непосредственно Называться БОО В восьмой части Резидента Хара Чара Чара Хара Этот самый Хара Чара Будет иметь Три облика Ну Не костюмы А облика Видимо Внешки Да Там Волосы красные Волосы зеленые Без волос Не знаю Значит Два из них Основных И один Будет тоже ТУ Не знаю Что такое ТУ Но может быть Какой-то экстрен Дополнительный Или знаете Как два основных Для каждого индивидуального Чары И один общий Для всех Какой-то Эксклюзивный В дополнение К костюмам персонажа Мы также думаем О скинах оружия Производственные затраты Относительно низкие Не знаю К чему это Производственные затраты Да Кстати Если будут попадаться Какие-то моменты Которые непонятны Или может быть Я неправильно трактую Вы потом свою версию Напишите в комментариях Не только Внешний вид Меняется Но также И сами настройки Параметров Немного меняются Ну я так предполагаю Что скорее всего Здесь речь идет о том Что у каждого Скина или у костюма Даже если он Какой-то идет Один и тот же То его можно будет Дополнительно Кастомизировать Ну пример У вас Открылся костюм С курткой какой-нибудь Да Но вы бах Можете из этой куртки Там рукава закатить Либо расстегнуть ее Либо цвет поменять Я думаю Речь идет конкретно Именно об этой функции Дополнительные режимы Да Предлагают Дополнительные режимы Что означает Вообще Слово Дополнительные режимы Значит Где-то есть Основные режимы То есть То что сейчас Мы услышим Это скорее всего Не основа игры Или онлайн режима А лишь Доп режимы Ну например Да По подобию Call of Duty У них есть там Да там Командный бой Захват флага Масштабные войны И так далее И так далее То есть несколько Доп режимов Я думаю Здесь как раз таки Речь идет именно о них Что есть какие-то Уже утвержденные режимы А они пытаются Сейчас предложить Какие-то новые Итак Дополнительные режимы Трое против троих Захватить устройство Несколько Да Кстати Уже Значит Раз трое против троих Значит Скорее всего Их онлайн составляющая Ну или движок Или ресурсы Силы Рассчитанные На 6 человек В онлайне Что уже Отлетает Вариант Battle Royale Потому что Ну согласитесь Такой себе Battle Royale На 6 человек Захватить устройство Несколько объектов По производству Вакцины Расположено на карте Запомните Да Какие-то Машинки Или объекты Не знаю Там устройства Которые вырабатывают Вакцину Как только Игрок захватит Устройство Вакцина Начнет Производиться Для вашей команды Ну Насосная станция Ампулу Там начинаешь Стамповать Короче По одной И мы их собираем Кстати Тоже Очень интересный момент Если Если Они планируют Вести такую тему По производству Вакцины Может быть Кстати В 8 части Тоже Будет что-то Вокруг вакцины Крутиться Хотя Это не новшество Да Были уж такие Резиденты Где присутствовала Вакцина Так далее Если Вражеская команда Нападает И захватит Устройство Занятое Дружественной Вам командой Произведенная Вакцина Станет Собственностью Этой вражеской Команды Интересно О чем идет Речь То есть Например Она вырабат Какую-то Вакцину Это машинка Устройство Грубо говоря И держит ее В себе Допустим 50 ампул Наштамповала Враг Подбежал Захватил машинку И 50 ампул Переход Ему на счет Или там 10 ампул Изготовил Можно забрать 10 изготовил Еще можно забрать Ну непонятно Но вы знаете Это очень напоминает Точка А, Б, С Стоит флаг Да Вы подбегаете Захватываете территорию И пока Короче Территория данная Захвачена То вам капают Какие-то Тачки победы Я думаю Здесь что-то Типа того Но за место Вот этих точек Будут как раз Такие заводы По производству Либо устройства По производству Вакцины Команда Получившая Определенное Количество Вакцин Побеждает Первой Атакует Защищая Друг друга Сражаясь За устройство Реализация Дополнительного Режима Номер 2 2 Против 2 Против 2 То есть Три команды По 2 человека Опять 6 человек Фигурирует Что опять Подтверждает Мою гипотезу Что онлайн Будет максимум На 6 человек Называется Битва за вакцину Там значит Было захватить устройство Это битва за вакцину И опять Вокруг вакцина Ну в принципе Понятно Биологическое оружие Угроза А что тут еще Можно за что воевать Конечно За вакциной И тому подобное Игра длится 5 минут Команды Соревнуются За вакциной На карте И команда Которая получит Больше всего Вакцин Выигрывает В начале игры На карте Появляются 4 вакцины Через некоторое время Появляются Другие вакцины Вакцины Могут принадлежать Только человеческим Персонажам Если вы сможете Победить игрока Владеющего Вакциной Она упадет С него Если команда Имеет в своем Распоряжении Одинаковое Количество вакцин Во время таймаута То будет разыграться Овертайм Ну дополнительное время Что означает Вакцину могут Принадлежать Только человеческим Персонажам Очень интересная Мысль Это означает Что скорее всего Кто-то может Играть за БО Или же Мы можем превращаться БО И я так предполагаю Что мы будем Именно превращаться В оборотня Так как Восьмая часть Крутится Вокруг тематики Оборотней А вот далее Кстати интересно Они предлагают Как будет выглядеть Платежный элемент Ну то есть За счет чего Можно будет Зарабатывать С обычных игроков Ну То есть Как Резидент онлайн Будет приносить деньги Итак Разговор пойдет Об итоговых очках О внутриигровой валюте Прежде чем Предлагать Коэффициент Расчета Давайте сначала Поговорим Об итоговых Результатах Итоговые очки Валюта Это очки Которые игрок Может заработать После каждого Матча Даже если Игрок Находится В нижней части Таблицы Он или она Все равно Получит Несколько очков Теперь Вы можете Собирать очки Играя повторно Элементы Которые могут Быть куплены При помощи Полученных очков Являются Способности Костюмы Поза победителя Скины оружия Ну собственно В резистанс Практически Мы видели То же самое Только там Мы не покупали Там мы Это дело Выбивали Из лутбоксовых Ящиков Далее пойдет Разговор Про способности Обилити Способности Это бонусные состояния Эффекты Которые Вы можете Вставить Своего персонажа Каждый персонаж Имеет 7 способностей Я так понимаю Что То ли Может неправильный перевод То ли Может быть Сокращение Какое-то То есть Как я это понимаю Что 4 скилла Для человеческой формы То есть Пока вы бегаете Человеком И 3 скилла Для персонажа БО То есть Когда вы превращаетесь Которые именно Действуют и воздействуют На биологическое В момент Когда вы превращаетесь В биологическое оружие Существуют Общие способности Для человеческих Персонажей Которые являются Эксклюзивны Для них В основном Способности Включают в себя Основные характеристики И улучшения оружия Если это Эксклюзивно То это влияет На навыки Персонажа О котором Идет речь Ну Я так понимаю Есть какие-то Общие Скиллы Да Допустим Там Сильный удар рукой И он есть Подобный скил У каждого персонажа Ну а есть Его эксклюзивные Опять же Аналогия С Resident Evil Resistance Где есть Набор каких-то Эксклюзивных Которые принадлежат Только непосредственно Каждому персонажу В индивидуальности Да Там Возможность призывать Там Ракетницу Джил Или там Пнуть В рукопашку Или там Полечить У других персонажей А есть То же самое Пассивные Скиллы Которые Для всех Одинаковые Мы их Как бы Выкладываем Ну мы Как бы Вставляем В персонажей Перед началом Матча Случай с Биологическим Оружием Это будет Улучшение Параметров Продолжительность Скорость Движения И так далее После Превращения В БО А вот И подтверждение Предыдущих Моих догадок Того Что Все таки Играя за Человека В определенный Момент Мы будем Превращаться В БО И скорее всего Мы будем Превращаться Именно в Оборотня Потому что Это Виллдж Онлайн А Резидент Ивл Виллдж Вся тема Идет Вокруг Оборотня И знаете Что У меня тут Такие мысли Интересные Если Эта Механика Есть В онлайне Может Быть Так Что В Резидент Ивл Виллдж В сюжете Данная Механика Будет Тоже Доступная И Кто-то Из Главных Персонажей Либо Дружественных Неписей Будет Превращаться В Оборотня Да Вы сейчас Скажете Недавно На просторах Интернета В стиме Был Слит Файл Где Крис Наполовину Лицо Криса Наполовину Лицо Оборотня Но Еще раз Говорю Это Не означает Что Крис Будет Оборотнем Потому что Вполне Возможно Это Иконка Лаунчера Ярлык Для Запуска Игры Ну Типа Знаете Тематика Resident Evil Village Это Злой Крис И Оборотня Ну Символика Скажем Так Потому что Ярлыки Для Запуска Чаще всего Это Какая-то Символика Вот Так что Не спешите С теми Мыслями По поводу Того Что Крис Будет Превращаться В Оборотня Хотя Такие Мысли Тоже Не надо Исключать Потому что По нему Видно Я уже В одном Из видеороликов Говорил Что Такое Ощущение Как будто Бо он Зараженный Способности Оказывают Лишь Небольшое Влияние Существенных Изменений Нет Ну То есть Я так Понимаю Способности Которые Мы будем Улучшать Персонажей Сильного Баланса Преимуще Нам Не дадут Благодаря Использованию Способности Игроки Могут Почувствовать Небольшую Разницу Между Использованием Одного И того Же Персонажа Ну То есть Допустим Есть Персонаж А И такой Же Персонаж А Но Со Способностями Допустим Есть Персонаж Билл Со Способностями Весь Напичканный И такой Же Персонаж Билл Без Способности Вообще И Как бы Разница Между Ними Не Сильно Существенная Но Опять же Это Только Предложение Не факт Что Это Будет Полной Версии Не факт Что Там Будет Лишь Маленькая Разница Заместо Большой Или Не факт Что Вообще Там Будет Разница Добавление Платежного Элемента То есть Опять Я так понимаю Предложение О том Как можно Заработать С Резидент И Вилледж Теперь Что Касается Доставки Вилледж Онлайн Ну Я так Понимаю Доставки Это Означает Как Будет Распространяться Первый Вариант То есть Предложение Первый Вилледж Офлайн Ну Знаете По типу Resident Evil 3 Ремейк Если Вы Ремейк Третий Купили Вы На халяву Получаете Резистанс Ежели Нет То Вам Нужно Купить Resident Evil 3 Ремейк Второй Вариант Распространения Вилледж Онлайн Бесплатная Игра Доступная Для всех Желающих Скачать Далее Мы Еще Не Определились Ни С Одним Из Выше Перечисленных Вариантов Поэтому Я Собрал Едино Следующие Мысли Для каждого Из Вариантов Первый Вариант На случай Если Resident Evil Village Онлайн Будет Распространяться Только Тем Кто Купил Resident Evil Village Офлайн Ну То есть Сюжетку Значит Как они Там Планируют Зарабатывать Облики Персонажи И оружия Будут Стимулировать Пользователей Собирать Их Они Могут Быть Продемонстрированы И Удовлетворить Серии Biohazard Ну Типа Будет Настолько Много Короче Разных Скинов Костюмов И Чтобы Они Были Как бы С отсылками На Предыдущие Части Resident Evil Чтобы Побуждали Фанатов Resident Evil Их Приобрести Себе В коллекцию Ну Я Так Это Понимаю Это Опять На Случай Если Village Онлайн Будет Распространяться Не Бесплатно Второй Вариант Как Зарабатывать Денежку Если Village Онлайн Будет Распространяться Бесплатно Поскольку Это Бесплатная Игра Пользователями Является Не Только Поклонники Серии Biohazard Но И Многие Другие Пользователи Которые Будут Играть В Эту Игру Поэтому Для Того Чтобы Удовлетворить Их Пользователей Должен Быть Элемент Отличный От Обликов Чтобы Продать Им Игру Я Не Понимаю Что Это Означает До Конца Но Я Могу Предположить Что Раз Человек Бесплатно Играет В Эту Игру То Должны Быть Такие Скины Настолько Яркие Выразительные Чтобы Человек Хотел Приобрести Данный Скин Далее Такие Факторы Как Прокачка И стать Немного Сильнее Если Вы Неплатежно Способный Пользователь Ну Скорее Сего Если Человек Не Хочет Донатить Вы Можете Компенсировать То Чего Вам Не Хватает С Помощью Большого Количества Игрового Времени Тем Самым Увеличивая Онлайн Составляющую Игры Ну То есть Получается Так Что Если Вы Не Любите Донатить То От вас Будет Польза В том Что Вы Будете Искусственно Создавать Онлайн Величину Онлайна Потому Что Вам Придется Дольше Это Все Дело Фармить Далее Опять Идет Предложение По поводу Того Как Заработать С нас Деньги Предложение Номер Один Вы Можете Использовать Всех Ваших Подконтрольных Персонажей Независимости От того За что Вы Заплатили Вы Можете Получить Костюмы Скины Оружия И способности За отдельную Плату Костюмы Скины Оружия И способности Также Доступны За Полученную Валюту Заработанную В сражениях С точки зрения Разных Типов Способностей Которые Вы Хотите Они Должны Быть Настолько Разнообразны Что Вам Придется Потратить Много Времени Чтобы Приобрести Их Если Вы Не Хотите Тратить Много Времени Вы Можете Заплатить И Получить То Что Вы Хотите Прямо Сейчас Они Хотят Настолько Нагрузить И Настолько Поставить Им Баланс Ценника Такой Чтобы Приобрести Какой-то Скин Или Скил Допустим Вы Чуть Не Должны Будете Очень Много Времени Провести Для Платных Предметов Вы Можете Купить Валюту Или Бустер Валюты То Вы Можете Либо Купить Сразу Готовую Валюту Либо Бустер Который Допустим Будет Вам Давать Конца Матча Икс Два Валюту Далее Он Описывает Какие Преимущества Данного Предложения По Заработку Денег Вы Можете Ожидать Плату От Бесплатных Игроков Ну Вы Это Я так Понимаю Кэпком Это Похоже На То Как Работает Система Монетизации Для Обычных Бесплатных Игр Вам Могут Платить Повторно Вот Это Как Видят Они Преимущества То Понимаете Ну Да Это Вполне Очевидно То Они Они Разработали Как То Продукт И Теперь Они Продумывают А Как Мы Будем Зарабатывать Деньги Вот Они Разные Вариации Того Как С Нас Выкачать Деньги Предлагают Следующее Предложение Как Выкачать С Нас Деньги Предложение Номер 2 Вот Альтернатива Предложению Номер 1 Когда Обилия Способности И Платежной Привлекательности Недостаточно Помимо Костюмов И Скинов Оружие Мы Рассматриваем Один Из Трех Вариантов Первый Лимит Игры Вы Тратите Одну Монету За Игру Монета Автоматически Пополняется Каждые 30 Минут Вы Можете Иметь Максимум 10 Монет Пользователи Которые Хотят Сразу Ж Поиграть Могут Приобрести Монеты За Деньги Ну Или За Внутри Игровую Валюту Знаете Подобие Как Пошло КД По 30 Минут На Набор Монеток Это Прям Вообще Дерзкий Метод Я не знаю Но Мне Кажется Это Годится Только Для Того Случа Если Это Будет Бесплатно Распространяться Потому Что Представляете Вы Покупаете Resident Evil Village 8 Там Есть Онлайн Составляющая Это Представьте Вы Купили Call of Duty Или Battlefield И Для Того Чтобы Сыграть В Онлайн В 10 Матчей То есть Вы 10 Матчей Отыграли А дальше Вам Игра Говорит Дружок По 30 Минут Подожди Если Хочешь Еще Сыграть Матч Так что Я думаю Что Это Для Бесплатного Варианта Для Платного Это Просто Взорвет Интернет Настолько Что Capcom Будет Не рад Что Не Добавят Элемен Это Один Из Трех Вариантов Как Можно Заработать Помимо Костюмов Скинов И Оружия Следующий Вариант Система Реализации Персонажей Некоторые Персонажи Должны Быть Куплены Чтобы Ими Играть Я так Понимаю За очки Знаете Как Наверное Rainbow Six Там Где Вы За очки Покупаете Персонажи И Туда Они Остаются У вас На Постоянку Некоторые Персонажи Должны Быть Куплены Чтобы Ими Играть Вы Можете Бесплатно Играть За Случайно Выбранного Персонажа Который Еще Не Вышел Ну Или Которого Вы Не Купили Один Раз Два Дня То Есть Это Получается Второй Вариант Как Побудить Нас На Оплату Мы Можем Поиграть За Разных Персонажей Попробовать Их Но Не На Постоянной Основе А Лишь Только Раз Два Дня Тем Сам Попробовав Его Мы Захотим Его Приобрести А Поскольку Мы Не Хотим Долго Фармить Монеток На Него Ну Или Валюты Мы Пойдем Магазин Покупать Эти Монетки Третий Вариант Ограничение На Использование Персонажа Все Персонажи Играбельны Но У Каждого Есть Свой Собственный Счетчик Использования Когда Они Будут Израсходованы Вам Придется Играть За Другого Персонажа Что Capcom Думает Не о Том Как Сделать Интересный Онлайн Режим А о Том Как Все Так Обычно Так Происходит Прежде Чем Заработать На Бесплатной Игре Люди Думают А как Заинтересовать Людей А тут Такое Ощущение Что Они В первую Очередь Думают О том Как С них Выкачать Денег Еще До Появления Интересного Продукта Или Насколько Интересный Продукт Вообще Неинтересно Надеюсь Я Я Ошибаюсь Очень Надеюсь Теперь Как Бо Он Рассказывает Какое Преимущество С этих Трех Моделей Дополнительного Выкачивания Денег И так Сама Игра Не пострадала Платежно Способные Пользователи Не имеют Сравнительного Преимущества Ну Знаете Типа Нету Pay to Win Не Обязательно Должно Быть Большое Разнообразие Способностей Как Предложение Ну То есть В данной Ситуации Не обязательно Им вводить В игру Огромное Количество Способностей Чтобы Побудить Игроков Платить Деньги И так Повторюсь Еще раз Это Конфиденциальный Документ От Необарт В адрес Руководства Кэпком На утверждение Свои идеи Что мы Сейчас Увидели Во первых Мы сейчас Увидели Каким методом Общаются Они друг с Другом То есть Если у Кого то Появляются Какие то Идеи Особенно Я обращаюсь К тем Кто думает Что А что Мы можем Порекомендовать Кэпком Они И без нас Лучше Понимают И зная Что нам Нужно Я вам Сейчас Конфиденциальный Внутренний Документ Прочитал На утверждении Который Возможно Который Уже Отвердили Этот документ 19-го Года То есть Год назад Это была Переписка Вы реально Считаете Что Вот это То Что нам Надо Я На полном Серьезе Я вас спрошу То есть То что Я сейчас Не за то Как с нас Деньги Будут Выпиливать Я про Вот эти Режимы 3 на 3 2 2 на 2 Вы реально Думаете Что вам Будет очень Интересно Играть В онлайн Да Где у вас Будет бегать 5 противников Где Не знаю Вы будете Дэдмачиться И вы Планируете Там Неимоверное Количество Времени Провести Вот это Очень Интересные Режимы Это очень Интересно Онлайн Вы хотите Сказать Что люди Фанаты Со всего Мира Не могут Придумать Что-то Более Интересное Руководствуясь Теми Инструментами Что уже Есть у Кэпком То есть Не придумай Что-то Сверхзаоблачное Хотим Открытый Мир Батл Ройл На 500 Человек Нет А уже Исходя Из того Инструмента Что у Них Есть Я думаю Даже Тот Человек Который Говорит Такие Слова Что А что Вы Хотите Предложить Даже Этот Человек Сможет Намного Интереснее Придумать Какой Должен Будет Resident Evil Village Online И я Вам Еще Раз Повторяю Это В очередной Раз Доказывает Мою Гипотезу О том Что Компания Кэпком Очень Хочет Создать Онлайн Резидент Который Будет Живой Resident Evil Resistance Сейчас Мы Видим Village Online Да Есть Еще Слух О Каком То Проект Доминион Я Так Понимаю Это Может Быть Кодовое Название Village Online Но Это Не Тянет На Battle Royal Battle Royal Должен Быть Минимум От 20 Человек Чтобы Быть Похож На Battle Royal Но Движок Я Так Понимаю Не Тянет Может Быть Кстати Не Тянет Из-за Того Что Они Собираются Выпускать Игру На Нынешнее Поколение А Нынешнее Поколение В Обращении С Движком Ре Engine Не Может Позволить В Без Каких Либо Таких Сильных Спойлеров А На Этом Все Всем Добра Бобра И Увидимся В Новых Видео И На Стримах